Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий. В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Ремонтные работы в парке Молодежной на завершающем этапе. Что уже сделано и что предстоит, проверили губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Познакомили системы ГИЗ ЖКХ и ответили на волнующие вопросы. В Самаре продолжается серия обучающих семинаров «Мой дом» для председателя МКД ТСЖ и ЖСК. Специальная комиссия сегодня оценила качество асфальтового покрытия на улицах Сергея Лазуя 8 марта. В Самаре продолжается ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Эту игру изобрели пастухи, а затем в нее играли аристократы. 15 лет исполняется Федерация развития гольфа в Самаре. Ловись рыбка большая и маленькая. В Самаре начался осенний сезон рыбалки. На что ловить и как правильно прикармливать? Советы экспертов. Первый этап благоустройства парка культуры и отдыха «Молодежный» должны завершить в октябре. Сейчас ремонтные работы находятся на завершающем этапе. Что уже сделано и что предстоит, проверили губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Подробности расскажут наши корреспонденты. Парк «Молодежный» расположился в промышленном районе Самары, в границах улиц Ставропольской, Воронежской, Нововокзальной и Тихого переулка. Парк открывали в 1976-м, к 50-летнему юбилею создания Всесоюзной комсомольской организации. Поэтому тогда он получил название «Парк имени 50-летия ВЛКСМ». А в 1994 году был переименован в «Молодежный». Сейчас здесь завершается первый этап благоустройства. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина осмотрели территорию и обсудили с подрядчиками ход работ. Мы устраиваем здесь большую парковку на 90 машин и мест. Но она там не была? Нет. Все машины стояли обычно по Нововокзальной, полоса движения закрывалась. Мы устраиваем новый въезд с Нововокзальной, согласованный с Департаментом транспорта и ГИБДД. Здесь у нас будет пешеходный вход по-разному. Здесь будет входная группа. Она, вот она. Это будет такая деревянная подрешетка, красивая, и такая неоновая подсветка. Изюминкой оформления парка станет архитектурное решение с установкой на центральном бульваре арт-объекта в виде букв, которые должны сложиться в единое слово «молодежь». Это как большая арт-объекта, они совершенно из разных материалов. Тут есть и дерево, есть и металло, и такие какие-то буквы, и лежащие «Ё». Парк «Молодежный» благоустраивают по федеральной программе формирование комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы разделили на два этапа. В этом году основной фронт на участке со стороны улицы Нововокзальной. На данный момент выполняются работы по мощению центрального променада. Устройство велодорожки, устройство парковки. Также идёт устройство газонов с автоматическим автополивом. И устанавливается освещение. Готовимся к установке архитектурных форм, установке детских комплексов, качелей, урн. Реконструкция парка продолжится в следующем году. Так решили сами жители во время всероссийского голосования по благоустройству. Парк «Молодёжный» занял в рейтинге первое место, набрав более 27 тысяч голосов. В планах развития – восстановление естественного озера, которое пересохло в жаркое лето 2010 года. Всего в этом году по программе формирования комфортной городской среды в Самаре благоустраивают пять общественных пространств. В следующем году жители снова смогут принять участие в голосовании и выбрать объекты, которые преобразятся уже в 2024 году. Виктория Шара и Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Завтра, 15 сентября, в 6 часов вечера, глава Самары Елена Лапушкина проведет прямой эфир в своем аккаунте в социальной сети ВКонтакте. Речь пойдет о старте отопительного сезона, строительстве новой станции метротеатральной, о теме воздуха в Волгаре, первых итогах сезона благоустройства общественных пространств. Глава Самары ответит на вопросы жителей, которые будут заданы в комментариях. Накидывайте вопросы под постом ВК и подключайтесь к трансляции. В Самаре завершается подготовка к отопительному сезону и предстоящим холодам. Сейчас на ряде объектов теплосетей заканчивают переключения с временных схем, которые были собраны во время ремонта на постоянные. Этот и другие вопросы обсуждали в Департаменте городского хозяйства и экологии на еженедельном совещании, которое проходит под руководством первого заместителя главы Самары Владимира Василенко. Переключением теплоснабжения занимаются на сетях по улице Гастелло и промышленности. Это сопряжено с отключением горячего водоснабжения, но оно временно. Как отметил первый вице-мэр, такие работы займут от одних до четырех суток. Повышенное внимание уделяется синхронному проведению работ на участках. Это необходимо в целях минимизации неудобств для жителей, чтобы период отключения горячей воды был минимальным. Также в скором времени в рамках ремонта и технического перевооружения теплотрассы по Маломосковской – одного из самых масштабных объектов в перечне работы этого года – подрядчику предстоит перенести коммуникации через проезжую часть на Московском шоссе. Начать планируют с 15 сентября. Во время перехода через магистраль специалисты будут работать в два этапа – пять дней на перенос коммуникации с одной стороны, два дня на восстановление благоустройства, затем еще пять дней для переноса с другой стороны и также два дня на восстановление проезжей части. Также Владимир Василенко пояснил, что на время работ на Московском шоссе поочередно в двух направлениях сузят проезжую часть с четырех до двух полос, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов. Что касается подачи отопления, в профильном департаменте рассказали, что официально отопительный сезон в Самаре еще не стартовал, но начать его могут раньше, чем планировалось, не дожидаясь нормативных температурных параметров. При этом органам местного самоуправления предоставлено право объявлять о начале подачи теплоносителя в социальную сферу и заявки от этих объектов на пуск тепла уже готовы принимать. Если в данной ситуации будут обращения с лечебных учреждений, от директоров детских садов, от детдома ребенка, где пребывание людей с круглосуточным, если такие заявки будут поступать, мы будем рассматривать и давать будет энергоснабжающая организация добро на пуск тепла. Заявка пришла, проверили готовность и потом потихонечку идет включение. Это вот нормальная схема по пуску тепла. Затем начнут подключать жилые дома. На совещании также обсудили подготовку к отопительному сезону жилищного фонда Самары. По оценкам его готовность варьируется от 98 до 100%. К середине сентября поручено внести паспорта готовности домов в систему электронная ЖКХ. В доме номер 32 по улице Осипенко будет отремонтирована крыша. Перед началом дождливого сезона у жителей остров стал вопрос ее ремонта. С момента постройки здания, это было в конце 80-х годов прошлого века, ремонт крыши не проводился. И сейчас она стала протекать. По адресу выезжало руководство администрации Октябрьского района, представители управляющей компании и ГЖИ. Кукуруза, терка, улей. Как только не называют самарцы, это дом на улице Осипенко. Он был построен в конце 80-х годов прошлого века по нетиповому проекту. С тех пор капитального ремонта кровли в здании не проводилось и крыша стала протекать. Но уже в сентябре-октябре за счет средств текущего ремонта кровля будет сделана. Ну, во-первых, нам обещают бабье лето в этом году, да, и, наверное, это во-первых. А во-вторых, я надеюсь, что глубоко в октябрь мы не уйдем. То есть это будет работа конец сентября, начало октября. Поэтому есть еще время и погодные условия позволяют проводить такие работы, в том числе по технологии проведения данных работ. Однако, по словам специалистов, текущий ремонт крыши – это лишь поддерживающая мера. Кровля нуждается в капитальном ремонте. Администрация внутригородского района, государственная жилищная инспекция, представители управляющей компании и жители вышли на место, чтобы обговорить возможные пути решения. Нужно общее собрание собственников, да, с принятием решения об этом, по этому вопросу – это раз. Второй момент – это платежная дисциплина, то есть уровень сборов на капремонт должен превышать 97%. Ну и подтверждение необходимости проведения капремонта – это либо акт муниципального жилищного контроля, либо акт государственной жилищной инспекции. Я полагаю, и мы, и государственная жилищная инспекция в данном вопросе солидарны. Стоит отметить, что недавно в рамках капремонта в доме заменили лифты. Только в этом году управляющая компания отработала более 180 заявок, которые касались обслуживания здания. Заявки жителям могут оставлять через общедомовой чат. У нас организован комитет домашний, он имеет прям непосредственную связь с компанией, поэтому критикуют очень, пишем, нам отвечают, мы опять пишем, нам отвечают и все это выполняют главное. Напомним, для удобства жителей создана система ГИС ЖКХ. Зарегистрировавшись, человек может оплачивать коммунальные услуги, а также узнавать всю информацию по собственному дому. Когда запланирован капитальный ремонт, какая организация обслуживает дом, какие сети подключены и многое другое. Также для повышения грамотности в вопросах ЖКХ в Самаре проводят тренинги. В рамках проекта региональный центр поддержки председателя Советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК «Мой дом». Светлана Тимофеева, Константин Головин. События. Представители профильных предприятий и общественники сегодня принимали дороги в поселке Управленческий. Специалисты побывали на улицах Сергея Лозо, 8 марта и Солдатской, которые обновлялись на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». На месте была наша съемочная группа, и Михаил Ермоленко расскажет детали. Более 30 тысяч квадратных метров нового асфальта появилось в этом году в поселке Управленческий благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Покрытие обновили на трех важных маршрутах – на улицах Сергея Лозо, 8 марта и Солдатской. Все они ведут к объектам социальной инфраструктуры, корпусам одного из крупных промышленных предприятий, благоустроенному скверу возле ЗАГСа Красноглинского района и одной из главных достопримечательностей Самары – обновленной вертолетной площадки. Сейчас специалисты закончили ремонт. На этих маршрутах идет приемка объектов. Вложен порядка 30 тысяч метров квадратных асфальт-бетонной смеси. Вся смесь у нас идет на высокопрочном материале, ЧМА-16, который обеспечит срочную и надежную эксплуатацию данного покрытия. В настоящее время приемка проводится в лаборатории, отобраны все необходимые керны, проводятся испытания. Кроме обновленного дорожного покрытия, уже на средства городского бюджета благоустраивают и пешеходные зоны. В частности, на улице Сергея Лозо меняют бордюры и облагораживают тротуары. Все этапы дорожных работ – от заключения контрактов до приемки готовых объектов – контролируют и представители общественных организаций. Это касается и обновленных маршрутов в окрестностях вертолетки. В рамках реализации 212-го федерального закона об основах общественного контроля мы принимаем участие в этом процессе на всех стадиях. Я для себя акцентом ставлю те дороги, которые несут высокую социальную направленность. И мне хочется отметить, что именно Сергей Лозо, который ведет на всеми любимую вертолетную площадку, это однозначно туристический акцент нашего региона, который в том числе формирует и его экономическую привлекательность. Поэтому здесь мы смотрим с особенным прилежанием. Профильное муниципальное предприятие «Дорожное хозяйство» во время приемки готовых объектов проверяет качество работы в соответствии с заданными параметрами, действующими нормами и ГОСТами. 10 метров 20 сантиметров, да, в проезжей части? 10 метров 20 сантиметров. В полном соответствии параметрам. Все для того, чтобы жителям было комфортно. До этого дороги были убиты, а сейчас нормально. Еще облагораживают местность вокруг дорог. Я имею в виду тротуары пешеходные, бордюры поставили новые. Всего в этом году на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Самаре отремонтировали 39 объектов протяженностью около 57,5 километров. Кроме того, уже готов список маршрутов, которые обновят в 2023. Прошли торги и ремонт начнут в апреле, во время следующего дорожно-строительного сезона. Михаил Гермоленко, Василий Колдашов. События. Наличие метро – это неотъемлемая часть современного мегаполиса. В каждом крупном городе с населением свыше 1 миллиона человек присутствие подземного вида транспорта, который позволяет связать отдаленные районы с центром, жизненно необходимо. На сегодняшний день в Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная», которая станет последней на первой ветке подземки. В частности, в районе скверов, прилегающих к театру оперы и балета, сейчас ведется вынос инженерных коммуникаций, сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электрических кабельных линий и кабелей связи. Работы проведут и на газовой магистрали. Напомню, в связи с возведением нового объекта движения по улице Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской, где будет располагаться новая станция метро, временно закрыто. Кроме того, предстоит введение временной схемы организации движений по другим улицам. Региональный заказчик, администрация Самары, которые работают на всех этапах в тесном взаимодействии, просят жителей областного центра отнестись с пониманием к временным неудобствам. Все делается для будущего комфорта самарцев. Наш город – один из самых крупных в Поволжье, и порой жителям отдаленных районов требуется не один час, чтобы добраться до исторического и культурного центра областной столицы. После завершения строительства на это потребуется около 20 минут. Интервал движения поездов метрополитена по достроенной ветке сократится с 12-15 минут до 5-8 минут. Метро – это прямая линия. Практически взять, как говорится, листок бумажки и просто провести черту. Это самый короткий путь. И поэтому житель, который будет торопиться, он, скорее всего, не будет садиться на общественный транспорт типа такси, типа автобусов, потому что у нас сейчас в настоящий период времени, сами понимаете, когда в частности их очень много пробок. Поэтому метро необходимо. В Самаре продолжается серия обучающих семинаров «Мой дом» для председателя МКД, ТСЖ, ЖСК и неравнодушных граждан. На этот раз тренинг прошел в советском районе областного центра. Горожан познакомили с системой ГИС ЖКХ и ответили на волнующие их вопросы по управлению домами. Просвещение, правовая помощь и повышение эффективности управления многоквартирными домами. Для председателя МКД, ТСЖ, ЖСК и активных жителей советского района Самары провели обучающий семинар «Мой дом». Этот проект в прошлом году инициировал глава региона Дмитрий Азаров. Его ключевой задачей является повышение юридической грамотности собственников жилья и помощь в управлении домами. Если первые наши встречи касались чисто работы старших по домам, председателя МКД, председателя ТСЖ, особенности их работы, вопросы ЖКХ, то вот сейчас, допустим, у нас по проекту идет еще и разговор о закон о тишине. Наш областной закон и федеральный закон, чтобы люди нас понимали, в каких случаях это обращение, обращаться нужно в полицию, в каких случаях в Роспотребнадзор, в каких случаях это в администрацию района, где работает административная комиссия, которая принимает соответствующие меры. В семинарах участвуют представители ГЖИ, администрации, ЖКХ и управляющих компаний. Они отвечают на вопросы председателей. Кроме того, участникам выдают специально разработанные рабочие тетради председателя МКД. Это достаточно большой документ, в котором есть ссылки на нормативные правовые акты и бланки образцов заявлений. Также граждан знакомят с электронной платформой ГИС ЖКХ. Какая управляющая компания, когда фонд капитального ремонта приступит к выполненным работам, то есть вплоть до того, что там есть электронный счет, с которого можно оплатить коммунальные услуги. То есть это настолько удобно, и в настоящий момент мы ведем разъяснительную беседу, а также отвечаем на все вопросы и стараемся помочь по всем вопросам, тем более впереди у нас предстоящая зима, запуск отопительного сезона. В советском районе областного центра 1166 многоквартирных домов. Практически во всех есть свои председатели МКД. Часть из них уже освоили программу ГИС ЖКХ. Ну, жители сейчас стали более активно участвовать уже в жизни своего дома, поэтому они хотят знать, сколько денег на доме, как планируется текущий ремонт, на что планируются эти деньги. И для того, чтобы это все было, опять же, скажу, мобильнее, удобнее для жителей, создана эта платформа, и она нам помогает. Освоить новую программу председателям помогают в ресурсных центрах. В советском районе их пять. Они расположены на территории ТОСов. Кроме того, в Самаре продолжает работу бесплатный многоканальный телефон горячей линии регионального центра поддержки председателя МКД. Его номер 8-800-55-55-263. По нему все желающие могут получить консультацию, а также записаться на обучающий семинар. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События. В России скоро появится вакцина, которая поможет защититься как от гриппа, так и от коронавируса. Причем она будет назальной. Ее разработали в научно-исследовательском институте гриппа имени Смородинцева Минздрава России. Сейчас проводятся клинические исследования препарата. Самарской областной федерации развития гольфа исполняется 15 лет. Этому была посвящена пресс-конференция, которая прошла в Доме журналистов. Гольф придумали шотландские пастухи, а несколько веков спустя он стал игрой аристократов. В России поле для гольфа впервые появилось в Сочи в 1982 году. В Самаре этот необычный вид спорта любят не меньше, чем на его родине. Самарская областная федерация гольфа в этом году празднует свой юбилей 15 лет. Но я хочу сказать, что самое главное, наверное, что характеризует вот эти 15 лет, это юбезиарм тех людей, которые полюбили гольф, которые начали им заниматься. Со временем появилась разновидность гольфа мини-гольф. На сегодняшний день сборная России по мини-гольфу в основном формируется из самарских спортсменов. В этом году на первенстве России наши спортсмены собрали практически все медали – золото, серебро и бронзу. Эту игру может освоить практически каждый, говорят эксперты. В отличие от обычного гольфа, здесь намного сложнее получить серьезную травму, потому и противопоказания к занятию этим видом спорта минимальны. На сегодняшний день, говорят спортсмены, самая серьезная проблема – нехватка площадок для тренировок. В Самарской области есть только два места, где можно поиграть в мини-гольф – на базе школы-интерната номер 117 и в ледовом дворце спорта «Лада-арена» в Тольятти. Ловись рыбка большая и маленькая. В Самаре начался осенний сезон рыбалки. С понижением температуры активизировались хищники, у которых проснулся недюжинный аппетит. На что ловить, как правильно прикармливать рыбу и что должны в обязательном порядке усвоить – начинающие рыболовы узнала Ольга Павлова. Свою первую рыбу Григорий Игнатьев поймал еще будучи мальчишкой. Сегодня уже опытный рыбак родился и вырос в маленьком селе под Татарстаном. Вспоминает, рыбу ловили на самодельной удочке и практически каждое утро бегали с ребятами на озеро. Раньше-то можно было и бледнем, для себя ловили-то не прозвали же. Так на удочке – пискари, щуки, караси тоже. Самый трофейный его улов – сазан на 8 килограммов и щука на 10. Карасей удавалось поймать и на 2 кило, но это как повезет. Многое зависит от сезона, отмечает мастер. Если летом особенно хорошо идет карась, то осенью с понижением температуры активизируется другая рыба, у которой просыпается недюжинный аппетит. Очень хорошо на хищника, судак, щука. Сейчас же жор как раз начинается, жир набирает на зиму. Когда вода становится холоднее и прозрачнее, рыба начинает осторожничать. Подводная жирность засыпает, в водоемах убывает кормовая база. Рыба активно передвигается, разыскивая пищу, все больше предпочитая глубину отмелем и заросшим мелководьем. Правда, в начале осени, когда клюв идет практически на любые снасти, еще есть шанс на легкий улов. Специалисты советуют правильно готовить прикорм. Его, к примеру, можно делать из пшена. Крупу необходимо отварить до полуготовности и смешать готовую массу со жмыхом. А дальше – дело удачи. В качестве наживки можно использовать червей, кукурузу, хлеб и даже перловку. Все это особенно любит карась. На что лучше всего идет? Бывает комбинируешь, ассорти делаешь. Каждый день по-разному. Вот сегодня можно на червя берет, на следующий день уже на другой. Карась рыба непредсказуемая. Выбирая место для рыбалки, на реках и озерах предпочтение нужно отдавать глубоководным участкам с корягами, затонувшими деревьями, у подводной травы и водорослей по свалу. Здесь обычно клюют карась, густера, подлещик, сорожка и сопа. А если повезет, можно попасть на выход крупного леща. Стоит помнить, что наилучшее время для рыбалки в сентябре – световой день. За исключением ловли на лиму, судака и сама. Чем холоднее погода, тем позже надо начинать ловить, особенно на снасти с наживкой. К примеру, щука обычно держится у границы водных растений, окуни недалеко от берега у кромки зарослей и камыша, а лещи ютятся в ямах с каменистым или песчаным дном. Так что пока сентябрьская погода еще радует своим теплом, рыбалкой можно наслаждаться. С наступлением октября рыба мигрирует и постепенно перебирается на зимовальные ямы. Поплавочная удочка отправляется на антресоль до следующего сезона. И в силу вступают зимние снасти и способы ловли. Ольга Павлова, Николай Сидоров, События. Самара ГИС запустил новый проект «Скажи свое мнение». Ежедневно мы проводим в своем телеграм-канале опросы на самые актуальные темы. Сегодня выясняем, как часто самарцы меняют мобильные телефоны. Как выяснилось, большинство опрошенных, а именно 65% пользуются телефоном, пока он окончательно не выйдет из строя. 30% меняют аппарат раз в 2-3 года. Тех, кто меняет каждый год, оказалось 3%. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Телеграм-канал администрации Самары «Весть из Дворянской» приглашает жителей региона посетить пункты вакцинации, где можно сделать прививку от COVID-19, а также пройти повторную процедуру. Напоминаем, ревакцинация проводится спустя 6 месяцев после первичной или предыдущей вакцинации, а также после перенесенного заболевания. Записаться на прививку можно дистанционно на портале госуслуг или по горячей линии по номеру 122, а также по телефону поликлиник. В телеграм-канале железнодорожного района рассказывают, чем чревата неформальная занятость, то есть работа без официального оформления трудовых отношений. Получая более высокую зарплату в конверте, люди забывают, что теряют гораздо больше. Неоформленные трудовые отношения влекут негативные последствия. Работник остается без социальных гарантий. Он не защищен от травматизма и профессиональных заболеваний, так как он исключается из сферы действия закона об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Лишается гарантированного минимального размера оплаты труда. Что касается работы дателя, то ему грозит ответственность, предусмотренная статьей 419 Трудового кодекса Российской Федерации. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары рассказывают, какие выплаты можно получить на второго ребенка в 2022 году. Кроме единовременных и ежемесячных выплат, семьи с двумя детьми при рождении второго ребенка могут рассчитывать на материнский капитал, стандартный вычет и семейную ипотеку. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, на страницах в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok